Что если я скажу вам, что отныне любой игрок Free Fire сможет создать не только свою собственную карту, я сейчас конкретно говорю про целый остров, но и сделать под неё свой собственный режим? Да ладно, а ещё совсем скоро в игру добавят новые штаны ангелов. Сейчас расскажу подробнее. Всем привет, братья и сёстры, на связи отец Евген. Здарова, отец. Добро пожаловать на еженедельный дайджест самых топовых новостей по Free Fire. Сегодня у меня для вас целая килотонна информации. Ни один из ютуберов, который сегодня занимается обзором новостей, не даст вам столько информации и в 10 своих роликах. Сильное заявление. Поэтому за мои старания, по-братски, оформите лайкосик под видосик и подписочку на канал, если до сих пор на него не подписан. Не забывайте лайк. Топовый контент несколько раз в неделю, а вы смотрите, кайфуете и даже на меня не подписаны. Не состыковочка, по-моему. Что для вас стоит нажать вот эту вот кнопочку внизу подписаться? Это одна секунда вашего времени. А мне от этой секунды пипец как приятно и хорошо на душу. Давайте добьем на этом канале 250 тысяч подписчиков. Подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие крутые ролики. Всё, не смею больше затягивать, погнали смотреть. Сегодня в выпуске. Долгожданная обнова и нововведение в игре. Личный остров с созданием собственных режимов. Обзор четвертого катаклизма с его фирменным легендарным сетом. Возвращение клоунов, новые персонажи, новый оружейный и костюмерный инкубатор. И десятки других сливов с наборами одежды, скинов на оружие, стенок и эмоций. Это и многое другое в новом выпуске топовых новостей по Free Fire. Друзья, я хотел бы поблагодарить за помощь в создании данного видеоролика телеграм-канал Free Fire Leaks. Если интересуетесь сливами и хотите знать первыми, что выходит в наши с вами игрушки, то обязательно подписывайтесь на этот телеграм-канал. Ссылочка есть в описании. А также хочу поблагодарить моих постоянных партнёров Bipway. И напомнить вам, что расширенная версия новостей уже ждёт тебя на их канале. И там же мы запустили конкурс на алмазики для всех моих подписчиков. Ссылочка на Bipway также есть в описании. После просмотра переходи туда и участвуй в конкурсе. Желаю каждому из вас удачи. Новая обнова. На прошлой неделе вышло долгожданное обновление, которое принесло в игру огромное количество самых разных нововведений. В прошлом выпуске я уже подробно рассказывал об этом, но как оказалось, это были далеко не все подробности. Например, отныне все фрагменты эволюции, которые у вас остались или выпадают из кейсов на оружие с уже максимально прокачанным уровнем, вы можете преобразовать в кейсы, откуда можно достать любой желаемый вами фрагмент. С обновлением, как я и говорил в прошлом выпуске, в игре появилось новое меню рейтинга, где расположилась вся нужная для игроков информация по текущему сезону. Сюда же перекочевал и обмен рейтинговых жетонов. Награды за эти жетоны тоже обновились. Сюда добавился очень крутой набор, похожий на Джокер. Ставьте лайкосик, если вам этот набор понравился. Уже по традиции с обновлением игры обновляется и золотой джекпот. В этот раз награда в джекпоте нереально крутая. Набор «Восставший фараон». В ближайшие месяцы игроков ждет настоящее нашествие этих самых фараонов. Не знаю, ребята, как у вас, а у меня эти фараоны в каждой, мать его, катке. Вот что значит, когда вышел топовый бесплатный набор. Также с выходом обновления в игру совсем скоро, а именно 11 июня, будет добавлен новый режим «Саперный отряд 5 на 5». Это первый режим в игре с таким количеством игроков. С выходом режима в игру добавятся и две новые мини-карты. О них я рассказывал в прошлом выпуске. И, наконец, самая интересная новость касательно этого обновления. Личный остров с новыми возможностями. Слушайте сейчас меня максимально внимательно. Совсем скоро во «Фрифайре» любой игрок сможет не только создать свою собственную карту. И если что, я сейчас не про ту карту, где вы просто определенное количество предметов накидаете. Нет. А про ту, где вы сможете даже менять рельеф. Кто? И также игроки смогут вместе с ней сделать свой собственный режим. Настроить можно будет вообще все. Начиная от количества ботов на вашей карте и заканчивая различными показателями. Например, какой урон наносит то или иное оружие. Прямо сейчас любой из вас может зайти на официальный сайт Горены, посвященный созданию новых режимов в игре. И посмотреть на то, что можно будет создавать своими руками. Там, поверьте мне на слово, огромное количество всего. Как я считаю, данная новость – это огромный скачок в развитии нашей с вами игры. И я надеюсь, что у Горены получится реализовать эту идею на высшем уровне. Ну а мы погнали дальше. Новые персонажи. В игре уже доступен новый персонаж мужского пола Гомер, которого можно забрать за пополнение на 100 алмазов. А за пополнение на 500 вы получите также и его фирменный набор. Именно об этом персонаже я говорил в прошлом выпуске. А женский персонаж будет добавлен чуть позже. Им станет персонаж женского пола по имени Агент А. Это прототип бразильской исполнительницы Аниты, с которой в ближайшее время у Free Fire выходит коллаборация. Помимо фирменного набора, в рамках коллаборации будет добавлен и второй набор. Вероятнее всего, как и в других коллаборациях, он будет размещен в рулетке. Не, ребят, не знаю как вы, а вот Аниту я бы, блин, забрал. Горячая пипец. Возвращение клоунов. Уже очень давно многие игроки говорят о возвращении легендарных наборов с клоунами. И вероятнее всего, они действительно совсем скоро вернутся. Ведь в файлах игры после обновления датамайнеры нашли иконки этих самых клоунов. На это также намекает и тот факт, что в Латинской Америке несколько дней назад вышел рекламный ролик, намекающий на их возвращение. Лично я очень сильно жду этих клоунов в игре, потому что в свое время пропустил этот инкубатор и не забрал их. А значит, пора закрыть гештар. Четвертый катаклизм. После обновления в версии Free Fire Max при заходе в игру нас встречает тизер четвертого катаклизма. Там же есть и дата его появления в игре. 25 июня. Лично для меня Rampage это одно из самых крутых событий в игре. Каждый год в рамках него в игру добавляется огромное количество самых крутых вещей. Как бесплатных, так и платных. Помимо вещей на ютубе выходят очень крутые синематики с сюжетной линией, от просмотра которых лично я кайфую. И в этом году четвертый катаклизм обещает быть еще круче. В моих руках уже оказались все наборы, которые буду ждать игроков в рамках этого события. Все они у вас сейчас на экране. Но ребятки, это всего лишь простые наборы. Да, они очень круто отрисованы, у них крутые эффекты. Но помимо них в четвертом Rampage нас будет ждать еще и легендарный костюм. Это уже третья легендарка по счету и как по мне она самая мощная. Ну и раз уж мы заговорили о легендарках, то в игру пару дней назад добавился новый легендарный бандл Супергеймер. Которые вошли очень крутой набор на персонажа с анимацией бега, аптечки и нокдауна. Скин на оружие и офигенная стенка с анимацией. Примерная стоимость всего этого добра от 1000 до 2000 алмазов. Пишите в комментариях как вам этот набор и что вы уже из него забрали. Лично я не удержался и забрал все. Скины на оружие. В субботу обновилась награда в оружейном джекпоте. В течении месяца можно будет забрать симпатичный скин на МАК-10. Прибавляющий оружию, точность и урон, но с пониженным количеством патронов. Пишите в комментариях как он вам, забрали вы его или нет. Помимо этого, в ближайшие два месяца в игре выйдут и другие скины на оружие. Все они у вас прямо сейчас на экране. Пишите в комментариях какой скин вам нравится больше всего. Лично я кайфую вот от этой биты и скина на калаш. Выглядит просто потрясно. Говоря об оружии, стоит также отметить и новый оружейный инкубатор. В этот раз нас ждут довольно симпатичные скины на АУК. Они кстати очень похожи по стилистике на скины МП-40. Лично мне больше всего заходит в золотой. Не могу сказать будет ли этот оружейный инкубатор следующим или нет, потому что в сеть слили еще и наборы из костюмерного инкубатора. Все они у вас прямо сейчас на экране. Новые наборы. Ну и раз уж мы заговорили о новых наборах, то вашему вниманию огромнейшая порция самых топовых наборов, которые выйдут в игре в ближайшие два месяца. Пишите в комментариях, что вам нравится больше всего. Особое внимание хотелось бы уделить вот этому набору. Где-то я это уже не... Ах да, в Нью-Стейк. Другие сливы. Помимо наборов мне удалось раздобыть и забавный скин на доску в виде... Что это вообще такое? Облачко! И на другие доски и парашюты. Все они прямо сейчас у вас на экране. А также очень большое количество скинов на стенки. Помимо стенок давайте посмотрим и на новые эмоции, которые будут ждать нас в игре в самое ближайшее время. Субтитры подогнал «Симон»! И в завершение ролика предлагаю посмотреть на скины к автомобилю. Ну и наконец, главная новость на сегодня. Наконец-то я апнул мастера. Чего, бля? Можете поздравить меня с этим в комментариях. И обязательно напишите в комментариях, а какой ранг в этом сезоне у вас. И сколько рейтинговых очков вы уже заработали. Будет очень интересно почитать. На самом деле вру, просто увижу, сколько людей досмотрели этот ролик до конца. Друзья, это были все топовые новости на сегодня. Я очень сильно надеюсь, что выпуск вам понравился. Если это так, то обязательно... Блин, пацаны, чуть не забыл. У нас ведь совсем скоро выходят новые штаны «Ангела». Вот они, в белой расцветочке. Напишите в комментариях, как вам. Если честно, ну это просто мое мнение. Такое себе. Только, пожалуйста, не хейтите меня в комментариях. Я просто не очень люблю штаны «Ангела». Ни синие, ни красные и ни белые. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписан. И обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать топовые ролики и стримы на моем канале. С вами был отец Евген. Любимый стример сына подруги твоей мамы. Что-то мы вообще про эту фразу забыли с вами. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Бля, как же я мне надоело. Бля, почему я не могу сегодня записать эти гребаные новости с первого раза? Блядь. Так, а также большое количество скинов на стенке сегодня у вас. А также, а также большое количество скинов на стенке. Все они у вас прямо сейчас на экране. Алло! 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 Ребят, можете мне подсказать креатив в новостном ролике? Единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик такой, это будет креативно. Но! Какой креатив может быть в новостном ролике? Какой креатив может быть в discoveredке? Доойдет.